1, 3, 2, 1, 4, и поехали. Добрый день! Снова с вами Сергей и Анастасия. Мы сегодня записываем в этой серии второй ролик. И сегодня мы поговорим про очень интересное приложение. Приложение «Мой геленджик». Гид по геленджикам. Наш юг геленджик. Да, да, да. И если посмотреть на его дизайн, то вы можете увидеть, что оно оформлено очень необычно. На первой странице несколько слайдеров. А все функции спрятаны в боковое меню. И там вы можете посмотреть, что оно огромное. Да, я сейчас как раз нахожусь в боковом меню приложения «Мой геленджик». И здесь у нас есть что? Здесь у нас есть самые разные страницы. Во-первых, о том, что это за город. Во-вторых, о том, куда в нем сходить вообще. Адреса самые интересные. Где жить там. В том числе ссылки на booking. И вот если говорить про booking, это на самом деле очень интересно. Потому что для любого бизнеса туристического, неважно какого, то есть если вы что-то продаете, вам не нужно в приложение специально встраивать какие-то другие сервисы. Вы можете встроить то, что у вас уже работает. И это будет работать прям полноценно. Вот вы сейчас можете посмотреть, что это смотрится не как сторонний сайт. Оно открывается прямо внутри приложения. Ваш клиент не выходит куда-то за пределы. Но при этом он может посмотреть наличие номеров. Он может забронировать номер. Он может его оплатить. Это удобно. Вы сразу получите все уведомления. Это удобно и для вас, и для клиента. И для вас важно, что клиент не уходит в booking гулять дальше. Он остается вместе с вами и пользуется именно вашим сервисом. Если хочет, он нажмет на кнопочку «Назад», выйдет в боковое меню и будет смотреть дальше, что там есть еще. Что там есть еще? Там еще есть, кроме сайта booking, кроме того, где жить, естественно, есть где находиться. Можно посмотреть, где банкоматы. Можно посмотреть, где море. Можно посмотреть, куда прогуляться. То есть, может быть, какие-то места интересные, парки. И вот куда пойти, куда гул. Тот же раздел прогулки в Геленджике насыщен разными интересными статьями, фотографиями, где красивые места показаны. То есть, большое описание про них. И, кстати, ссылки на ресурсы про конкретные места. То есть, на них надо нажать и посмотреть, где что находится и подробное описание. То есть, это очень удобно, потому что вся информация об интересующем вас месте, о том, либо, как вы хотите поехать, либо о том, где вы сейчас находитесь, она находится прямо в одном приложении. И в том числе здесь перечислено несколько парков. Вот, например, Safari Park. И это живые сайты. То есть, они прямо встроены в мобильное приложение. И их удобно смотреть, их удобно листать. То есть, если вы хотите куда-то пойти, то есть, про конкретно, например, тот же Safari Park, то вы можете прямо про него прочитать с его сайта, который просто есть в этом приложении. Его не надо ни искать, ни выходить из приложения, чтобы его полистать. А он прямо здесь. Вот он открыт. И то же самое касается остальных ресурсов, то есть, парков, которые есть. Здесь есть и всевозможные, естественно, водные, так сказать, места. Аквапарки, где температура воздуха в онлайн-режиме транслируется, температура воды. То есть, все, что хотите. В общем, масса-масса таких интересных мест. То есть, все это отображается прямо внутри. Вот это самый, наверное, большой плюс всего того, о чем я сейчас говорю. И таких разделов здесь полно. То есть, здесь прокатывалось и педр, и спортивные секции, и магазины рынки, и погода, и соц, и контакты, и отзывы истории. Кстати, вот последние несколько разделов, то есть, это отдельная история, про которую тут до рассказала нах. Здесь, на самом деле, когда мы с вами говорим про погоду, например, и когда мы с вами заходим в какие-то приложения, очень часто, ну, это не напрягает, добавляет еще один город, еще что-то здесь. Ну, скачали гид. Даже если вы в этом городе живете, это очень для вас удобно, потому что весь, помимо того, что там, то, что Сергей проговорил, там, и все пляжи, и кафешки, и банкоматы, и бог знает, то есть, просто абсолютно вот вся информация про город, которая нужна, она в нем есть. Но плюс к этому есть еще вот такие простые бытовые вещи, как погода. То есть, вы ежедневно можете заходить и проверять погоду. Это важно. И важная функция еще одна, про которую очень прям хочется обратить на нее внимание, кнопка SOS, в которой полностью, абсолютно все службы, даже ФСБ, да, Сергей? Да, тут есть и ФСБ, и МЧС, и, мне кажется, таким списком служб не обладает даже житель Геленджика, поэтому вот этот раздел, мне кажется, будет пользоваться спросом. Вот, 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 постоянно все вот эти телефоны, они либо теряются, либо меняются. А здесь, в этом приложении, всегда актуальны телефоны, которыми вы можете пользоваться, это удобно. Оно всегда под рукой, при этом у вас есть, смотрите, вся информация, где остановиться, и погода, и что делать в экстренной ситуации. Абсолютно все есть в одном месте. Было бы здорово, на самом деле, если бы у нас было про каждый город такое приложение. Это было бы прям очень здорово. Потому что часто ищешь информацию и найти не можешь. Особенно вот с этой кнопкой SOS. Часто ищешь, где бы найти эту информацию, а ее, ну, просто нет. Да. Ну, и если подытожить, то в целом это приложение, несмотря на весь его скромный дизайн, то есть весь его такой скромный внешний вид, да, скромный, но со вкусом, согласен. Скромный, но со вкусом. То есть оно очень информативное, то есть оно очень полезное. Любой человек, который его скачает, и хочет узнать, в принципе, информацию, по Геленджику, посмотреть места, быть всегда в курсе мероприятий, которые в нем проводятся, может смело скачивать это приложение, оно уже доступно в Google Play, и смотреть. Потому что здесь есть и контакты организаторов, и возможность отправить им e-mail, то есть и возможность записаться по-моему на экскурсии, даже где-то есть, да? То есть здесь разные варианты. И отзывы, истории, ну, масса-масса всего, то есть насыщенное приложение получилось. Поэтому мы рекомендуем, пользуйтесь, смотрите, авторы этого приложения. Ирина Бондаренко, ей огромное спасибо, потому что, на самом деле, вот это приложение, вы можете его скачать, посмотреть, оно обязательно будет в описании под этим видео, но, что важно, она его собирала абсолютно сама, без какой-то внешней помощи. И вы видите, какое оно получилось прям вкусное на самом деле, и по содержанию, и по дизайну, и по разным характеристикам абсолютно. Поэтому, если вам понравился наш ролик, обязательно ставьте лайк, пишите в комментарии ваши пожелания. Может быть, если вы партнер компании, и у вас есть какие-то проекты, которые мы еще не рассматривали, обязательно пишите в комментарии ссылки или связывайтесь с нами по соцсетям. Контакты все будут под видео, и Сергея, и мои контакты. Пишите, мы обязательно, у нас есть некий план, как мы будем записывать эти ролики, но если у вас есть какие-то пожелания, мы обязательно рассмотрим и запишем обзор именно на ваш ролик. Да, ну, а всем в замечательном настроении. Привет из Сибири, Сергеев. Я от Насти из Мексики. До свидания. До свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok